Дорогие люди, всем огромнейший привет! Мы с вами продолжаем заниматься развитием внимания у детей. Это будет такой цикл сентябрьский. Кто на меня подписан в Телеграм, вы знаете, у меня там есть такая история, как утки на понедельнике. По понедельникам мы с вами разбираем какую-то определенную зону развития ребенка, какой-то определенный навык и развиваем его. И нам так проще с вами концентрироваться на каких-то нюансах. Мы понимаем, на что, на какой неделе мы делаем акцент. Там есть специальный хэштег, и по хэштегу вы можете посмотреть предыдущие понедельники. Мы начинали с вами это все весной, потом летом у нас был перерыв. И вот сейчас в сентябре мы возобновили. И тема сентября у нас – внимание. На прошлой неделе мы с вами разговаривали про удержание внимания. И я вам обозначила, что когда мы говорим про внимание, у нас есть удержание, переключение и распределение. Но в первую очередь, прежде чем работать над переключением и распределением, нам нужно наработать навык удержания внимания, концентрации. И на прошлой неделе у нас с вами было задание давать ребенку какую-то монотонную работу, которая позволяет ему это внимание концентрировать. Это вырабатывается привычка, потому что внимание не развивается само по себе. Это то, что мы развиваем самостоятельно за счет лобных долей, либо помогаем ребенку, так как у него еще лобные доли незрелые, то мы ему помогаем, давая определенную нагрузку. Так вот, когда мы говорим про удержание внимания, вот мы на прошлой неделе с вами давали ребенку пазл или какую-то головоломку, монотонную какую-то работу, чтобы он учился усидчивости. Но для того, чтобы у ребенка была хорошая концентрация внимания, этого на самом деле мало. Почему? Потому что, когда мы говорим про какую-то монотонную работу, да, это формирует привычку, да, это формирует усидчивость, да, это развивает вот эту вот мышцу внимания, да, скажем так. Но есть определенный нюанс. Для того, чтобы развивать именно концентрацию, нам нужно, чтобы ребенок на протяжении выполнения задачи был максимально сконцентрирован. И я вам сегодня предлагаю игру, которую вы будете тренировать на этой неделе. Это мое домашнее задание вам на эту неделю развивать удержание внимания. Я в конце поясню, чем же эта игра отличается от большинства других, даже в том числе покупных. Потому что эта игра абсолютно бесплатная, вы делаете ее самостоятельно. Но она вносит огромный вклад в развитие внимания у ваших детей. Единственное, что нам понадобится для этой игры, это стаканчики и либо какие-то мячики, либо все что угодно, что еще можно применить. Я вам сейчас буду рассказывать. Но для начала я вас научу играть в эту игру от простого к сложному, да, усложнять ее. И независимо от того, сколько вашему ребенку, ему 10 месяцев или ему 10 лет, Эта игра подойдет абсолютно каждому ребенку, это то, что будет его на самом деле тренировать. Потому что существуют такие игры, когда ты должен быть максимально сконцентрирован. Потому что большинство игр на внимание, они помогают тебе отвлечься, а потом включиться и продолжить. Когда мы играем вот в эту игру, это игра, да, такие наперстки. Я думаю, вы все ее прекрасно знаете, я просто вам расскажу сейчас адаптивную такую сторону, адаптивные варианты именно для детей. Когда вы играете в такую игру, здесь отвлекаться нельзя. Отвлечься значит проиграть. Потому что здесь невозможно думать логически, здесь невозможно вспомнить, здесь невозможно представить. Здесь есть только два варианта. Если ты можешь случайным образом угадать, либо ты на самом деле должен быть сконцентрирован. Итак, я сейчас попробую. Я хотела это видео снять из кабинета, но не успела. Поэтому снимаю из дома. Дома у меня нет штатива. Как же мне вам снять? Сейчас давайте вот так попробуем. Так, ну вроде бы вот так более-менее видно. Смотрите, что я буду делать? Если бы я снимала из кабинета, у меня было бы три разных мячика, вот здесь был бы суджок. Просто я почему-то у своего ребенка не смогла в столе найти суджок, не стала тратить на это время. Но представим, что один из мячиков это суджок, такой колюченький мячик. Я вам расскажу, что мы будем с вами делать. Например, у вас малыш. Вы берете два стаканчика. Два стаканчика, эти нам пока что не нужны. И вы берете мячик суджок, например. Пушистый мячик, гладкий мячик, неважно. Какой-нибудь мячик, в идеале суджок. Мы его прячем и говорим малышу, смотри. То есть мы сначала будем играть. Оп, спрятался, оп, спрятался и так далее. Потом мы будем играть в угадайку. Ребенку нужно будет угадать. Просто вспомнить, посмотреть, под какой стаканчик проследить. То есть для маленького ребенка, которому еще не исполнился год, это достаточно серьезная работа. Ему нужно просто проследить и понять, под каким стаканчиком у нас мячик. И вот так мы будем с вами играть, играть, играть. А потом мы будем уже пытаться этот стаканчик переместить. То есть выберете, смотри. Оп, оп. Сделали. Где мячик? Если ребенок показывает вам сюда, вы говорите, о, здесь нету. Смотри, ты видел, как я сделала? Вот он мячик, вот он спрятался. Смотри, ты видел или видела, как я сделала? Смотри. И смотри внимательно, что я делаю. Оп. Где мячик? То есть вам нужно простимулировать ребенка к тому, чтобы он за вами понаблюдал, чтобы он за вами проследил. Ребенок угадывает. И когда он угадывает, если у вас суджок, вы говорите, да, все, ты нашла, молодец, ты нашла. Попробуй, какой он колючий. Да, колючий ребенок будет его катать. Вот он его покатал, он колючий. И мы так продолжаем играть. В эту игру можно играть до бесконечности. Все, мы попрятали. И дальше мы добавляем еще стаканчик. Вы будете смотреть по своему ребенку. У меня ребенок в год и восемь, ну, спокойно с тремя стаканчиками играл. Дальше вы можете поменять мячик. Положить какой-нибудь мягкий, пушистый мячик. И, да, нашел ребенок мячик. Вы опять смотри. Какой мячик? Пушистый. Потрогай его. Пушистый? Пушистый. То есть мы здесь еще подключаем сенсорику. Мы подключаем и развиваем словарный запас. Что вот этот колючий, этот пушистый и так далее. И вот мы таким образом играем. Мы прячем мячик, переставляем. Ребенок за этим следит. То есть он все время включен в игру. И как вы уже догадались, чем старше у вас ребенок, тем вы начинаете чаще передвигать стаканчики. И ребенок следит. Ребенок пытается быть включенным в эту игру и отследить. И вот таким образом мы продолжаем с вами играть. Это мы с вами усложнили игру за счет увеличения количества. Вы можете еще добавить стаканчиков. Увеличиваем количество, усложняем. Вы можете увеличивать скорость. Вы можете увеличивать количество перемещений. Вот мы запутываем, мы эти зачем-то двигаем. А ребенок-то должен следить за этим. Он должен смотреть только на этот стаканчик. И мы ему даем такую инструкцию. Как бы мы там что ни крутили, не отвлекали ребенка. То есть мы его принудительно пытаемся забрать из вот этой концентрации. Мы его пытаемся отвлечь. Мы тренируем вот эту концентрацию, чтобы он не отвлекался. Тебе сказали следи вот за этим. Ты будешь следить за этим. И дальше у нас с вами еще есть третья ступень усложнения. Это когда у нас есть несколько мячиков. Например, вот у меня здесь попрыгунчик. Вот здесь мы с вами договорились, что это будет у нас там суджок. Или вот у меня это просто мягкий такой мячик из губки. И мы ребенку говорим. Это можно попробовать уже там ближе к трем годам сделать. Смотри, три мячика. И вы говорите, следи только за этим. Только за этим. То есть вот это, это будет твой отвлекающий такой фактор. Ты следишь только за этим. Или только за этим. Мы прячем. Мы тут ребенка отвлекли. И начинаем опять. У меня тут попрыгунчик плохо катается по стеклянному столу. И мы начинаем опять катать, 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 катать. Отвлекли. И ребенка опять привлекли. И соответственно, мы с вами еще усложняем задачу. Это даем еще дополнительную инструкцию. Когда ты находишь этот мячик, ты его сминаешь, мнешь. Когда находишь этот мячик, ты его кидаешь. Кидаешь так или об пол, или об стену, или кидаешь маме. Когда находишь этот мячик, ты его катаешь. Опять дали инструкции. Ребенок запоминает все это, пытается все это удержать. Он находит, да, вы опять говорите, следи за этим. Перемещаем, перемещаем. Не перемещается тут. Следи, следи, следи за этим. Куда? Сюда. Что нужно сделать с этим мячиком? Что мы с этим мячиком делаем? Правильно, мы его кидаем. И таким образом мы усложняем и держим ребенка внутри этой игры. Вместо мячиков что можно использовать? Вместо мячиков можно использовать, я со своим сыном, например, я использовала машинки. У нас было три машинки и, соответственно, три инструкции. Если эта машинка, ты ее катаешь. Если эта машинка, да, другая, ты ее кидаешь. Кидаешь. Если эта машинка, ты за нее сигналишь. Соответственно, ребенок запоминает, и он держит в голове несколько инструкций, но при этом он пытается сконцентрироваться на игре. Концентрируется, сконцентрируется. Что надо сделать? Засигналить. Что нужно сделать? Покатать. Можно сюда разных животных. Например, если у вас маленький ребенок, на стадии запуска речи, вы берете несколько животных. Открыли кошечку. Что нужно делать? Что кошечка тебе скажет? Кошечка будет мяукать. Если открыли собачку, что будет собачка делать? Собачка будет гав-гав говорить. То же самое можно делать с буквами. Следишь только за буквой А. Следишь только за буквой О. Следишь только за буквой У. И, соответственно, когда я поднимаю стаканчик, твоя задача У сказать мне или О сказать. То же самое с цифрами, то же самое с любыми вообще элементами от Лего, любыми мелкими игрушками. Сюда можно положить виноградинки, конфетки, печенюшки. Вот на все, на что у вас хватит фантазии. Наша главная с вами задача – это как можно дольше удерживать внимание ребенка, пытаться его отвлекать, пытаться его вывести из этой игры. Но при этом он сам за счет силы, воли своей, за счет вот этого волевого компонента должен… Нет, я должен не отвлекаться, я должен вот за этим стаканчиком следить. А мы еще как делаем дополнительно? Мы еще пытаемся переместить стаканчики, например, если ребенок как-то отворачивается, чтобы у него еще боковое зрение подключалось. Так переместило, не переместило. Несколько раз менять. И вот таким образом мы как раз будем развивать концентрацию внимания. И вот когда вы на этой неделе, конечно же, вы очень много на этой неделе вот этих вариантов игр не проработаете. Но вы сможете войти вот в эту колею, поиграться с этим, понять в чем принцип, понять какой результат вы получаете, играя в эту игру. Потому что на самом деле очень сильно увеличивается время, которое ребенок может концентрироваться. Именно благодаря вот этой простой игре. И тогда к следующему понедельнику, когда мы будем с вами говорить про распределение внимания, прошу прощения, вы уже подойдете более подготовленными. Распределять внимание вашему ребенку будет проще. Но это не значит, что вот эту игру нужно будет забрасывать. Эта игра практически не имеет возрастных ограничений. То есть как только ваш ребенок сел и уже может отслеживать какой-то объект, вы, соответственно, можете начать в это играть. Всем желаю терпения, удачи, усовершенствуйте навыки, ищите свою точку А именно у своего ребенка. Даже если ему сейчас уже много лет, но вы никогда вот этим не занимались, не давайте сразу много. Начинайте с минимума и постепенно-постепенно усложняйте. Всем желаю прекрасного времяпрепровождения с такими чудесными играми. И увидимся с вами в следующем ролике.